За выброс мусора штраф. В городе продолжается борьба с несанкционированными свалками. Съемка скрытой камеры фиксирует тех, кому придется понести административную ответственность. За ничего не подозревающими жителями частного сектора наблюдает скрытая камера. Еще в начале весны этот проулок был полностью очищен от бытовых отходов. Теперь груда мусора растет на глазах. Месячник санитарной уборки закончился. И по окраинам Мурма вновь появляются несанкционированные свалки. Между улицами Трудовой, дома 4 и 6, и улицей Фискульптурной, дома 14, 16 и 17. Образовалась неакционированная свалка. Снимали скрытой камерой. Видно, что это все организовали свалку местные жители, которые живут в этих домах. Мы будем выявлять, кто эти люди, и, соответственно, принимать к ним меры административного взыскания. В данном случае за выброс мусора полагается штраф от 800 до 3000 рублей. Ближайшая контейнерная площадка находится в шаговой доступности буквально в 50 метрах. Обслуживает она магазин «Магнит». Выбрасывать мусор туда по закону людям запретить нельзя. Однако, по мнению жителей, с таким количеством отходов одна емкость явно не справится. Носить же мусор до Трудовой большинство отказывается вовсе. Сама звоню, ругаюсь. Бесполезно. Заключила я договор в конце марта. В марте. По-моему, в марте. Соседи мои тоже заключили договор. Я за них тоже ручаюсь. Вот так получилось, что несанкционированные помойки образовались именно на этом месте. Хотя раньше у нас здесь была детская площадка. Не важно, где они будут стоять. У «Магнита» или здесь. Но нам нужны контейнеры. Такой наболевший вопрос одними штрафами не решить. Тем не менее, заплатить придется. В противном случае, при повторном составлении протокола, штрафные санкции будут увеличены. Нарушителям экологического порядка придется выплатить сумму уже от полутора до пяти тысяч рублей. Как показывает практика, фамилии антигероев предыдущих съемок уже установлены. Для многих грязнуль протоколы об административном правонарушении стали полной неожиданностью. Елена Петрова, Александр Барсуков. Новости Муром.